Остров за 13 тысяч долларов и другие интересные факты планеты Земля. Норвегия находится на холме, что достаточно тяжело для велосипедистов. И чтобы велосипедный спорт окончательно не исчез, местные власти расщедрились на специальный эскалатор, предназначенный для упрощения подъема на холм для велосипедистов. Зонтное небо раскинулось в городке Агеда, Португалия. Эта акция является ежегодной. Впервые ее провели три года назад, как часть местного арт-фестиваля. Стадион «Альтен Ферстерай» в Берлине перенес обширное преобразование на время Чемпионата мира по футболу. Фанаты футбола разместили 750 диванов. Был установлен телевизор с диагональю 1778 сантиметров. Импровизированная гостиная может вместить до 12 тысяч человек. BLT – это единственное в мире трио, состоящее из медведя, льва и тигра, которые живут в одном вольере. В 2001 году Балу – американский черный медведь, Лео – африканский лев и Шархан – бенгальский тигр, были обнаружены в подвале дома в Атланте. Исправительный центр имени Вернона Сибейна – часть крупнейшего в мире тюремного комплекса на острове Райкерс. Баржа, являющаяся настоящей плавучей тюрьмой, пришвартована у берегов Бронкса. На днях в Нью-Йорке прошел десятый по счету ежегодный показ подвенечных платьев, выполненных из туалетной бумаги. Каскадер Дэмиэн Уолтерс впервые в истории нашей планеты делает мертвую петлю. Атлетизм и природные способности являются решающими факторами в успешном трюке. Но помимо этого, это тяжелая работа и необходимо невероятное упорство. Когда англичанину Брэндону Гриммшоу было под 40, он бросил работу и за 13 тысяч долларов купил крошечный необитаемый остров на Сейшелах и переехал туда навсегда. В библиотеке Гарвардского университета найдена книга из человеческой кожи. Этот невероятный отель Зандам Нидерланды находится в 10 минутах от Амстердама. Отель собран из 70 отдельных домов. Фасад Зандам состоит из пяти различных типов домов. Здесь и коттеджи, и домики рабочих, и таунхаусы. Ярким исключением являются синий угловой дом, который был предметом картины французского художника Клода Моне. Окуносима. Маленький остров во внутренних водах Японии, префектуре Хиросима. Его неофициальное название – остров кроликов. Из-за многочисленных диких животных, которые здесь обитают и совсем не боятся людей. Старушка Эдит Мейсфилл, обладательница легендарного столетнего дома, который находится в Баларде, Сиэтл, стала настоящим национальным героем. 8 лет назад женщине предлагали 1 миллион долларов за дом, но она не согласилась. В Ульяновске на улице Островского недавно появился необычный жилой дом. Его фасад, чуть ли не от самой крыши и до фундамента, он исписан различными народными мудростями и цитатами из известных сказок, стихов и поэн.